Здравствуйте, на Самаре ГИС «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю, у нас прямой эфир. Звоните нам в студию, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории по тематике нашей программы или можете задавать любой вопрос. Алексей, он готов ответить. Телефон в студии 202-11-22. Задавайте вопросы Елене тоже. Я думаю, что она тоже способна ответить на какие-то вопросы. Когда мы готовились к сегодняшней передаче, откроем нашим зрителям небольшую такую завесу. У нас на выборах было три темы. Поговорить об ожиданиях, предложенной темой одним из наших телезрителей. Поговорить о зависимых отношениях. И вот в итоге мы остановились на третьем варианте. Будем говорить сегодня о самооценке. Этот выбор сделали вы, Алексей. Почему? Ну, если мы говорим о кухне, я... Вы начали говорить, Елена, о кухне. Я немножко отвлекусь и тоже скажу. Обращусь к телезрителям. У меня есть четкое осознавание, что если мы с Еленой только подхватываем темы, то мы готовим себе капкан, я уже об этом говорил, в который мы, собственно, попадем, когда количество тем, оно всегда, как и больших сюжетов в мире, не очень много. И либо придется говорить о старом, либо, ну вот, ждать собеседников. Что, собственно, мы и ждем. Собеседников ваших звонков. Поэтому мы к вам обращаемся. Звоните и перебивайте нас. В смысле, вмешивайтесь, да. Перебивайте в этом смысле. Вмешивайтесь, предлагайте тему. Может быть, мы что-то вместе подумаем. Ну, действительно, звонки и вопросы от телезрителей помогут нам адресно как-то, да, поделиться своими знаниями, размышлениями, может быть, где-то рекомендациями, советами. То есть быть полезными как минимум одному человеку. Я с вами соглашусь и еще добавлю к тому, что проблема всегда носит индивидуальный характер, даже если... Она всегда моя. То есть она всегда моя, даже если я называю ее вашими словами. Ну, теми словами, которые я выучил на русском языке. Даже если я прочитал интернет, даже если я пообщался с умными людьми, со специалистами, и они мне предложили какой-то лексикон. Я могу называть что-то этими словами, но проблема всегда будет моя. Это всегда проблема, очень часто проблема понимания еще, да. Поэтому индивидуальные истории, назовем это так, да, или какие-то вопросы, это всегда возможность перейти вот в эту человеческую плоскость из абстракции, из какого-то, из какого-то собирания. Ну, вот сегодня про собирание. Про самооценку. Почему? Про самооценку. Ну, отчасти потому, что, Елена, вы меня периодически спрашиваете, о чем еще было бы интересно телезрителям, о чем вообще ко мне в кабинет, на прием приходят люди. Вот люди приходят еще с таким словом самооценка, то есть что-то обозначают таким словом. И вот хотелось бы сегодня попробовать немного в этом разобраться. Для затравки я скажу, что мне кажется, что самооценку нельзя повысить. Удивительно. Я для затравки тоже подготовилась к передаче, посмотрела, как развивались события в плане повышения самооценок и что предлагают специалисты. Ну, традиционно получилось конец 90-х, начало 2000-х, это бум США, тренингов, лекций, семинаров по самооценке. У них сейчас от этого отходят. Они как раз вот уже за то радеют, что не стоит, возможно, так уж сильно бороться за повышение самооценки. Но этот бум сейчас происходит в нашей стране. Вряд ли у нас кто-то статистику такую ведет, по крайней мере, я не нашла при первом таком поиске. Но данные по США – это годовой оборот по этим тренингам, семинарам, посвященному повышению самооценки 10 миллиардов долларов. Ну, в любом случае, это что-то про систему ценностей, оценка и ценности. Вот. И мне кажется, вот я об этом аспекте хотел бы поговорить, может быть, отметить его, что в любом случае самооценка – это какая-то разовая процедура. То есть это я за какое-то сейчас событие могу себя оценить на какую-то оценку, а завтра на какую. Ну, или за промежуток времени. Это, да, это все время взгляд через шкалу на себя. Это все время взгляд, достоин я лучшей оценки или недостоин. Сделал ли я что-то, за что я могу себя похвалить, за что я внутренний свой дневник могу поставить себе тройку, четверку, пятерку с плюсом, например. Как? Я же не могу себе нынешнему сразу поставить хорошую оценку. Вот приходит ребенок в школу, ему же сразу пятерку никто не ставит, ну, по-хорошему, да, ему говорят, ты подожди сначала. Надо заслужить. Надо заслужить. Вот. И мне кажется, что идея повышения самооценки – это идея вот еще одного капкана, в который человек пойман. И, ну, часть людей этим пользуются. Самим собой. Ну, вряд ли, наверное, эту систему оценок и систему координат внутренних ему, скорее всего, родители навязали, им навязали, в свою очередь, их родители, ну, или авторитетные фигуры, те же самые учителя, или значимые люди для них. Человек говорит, я все это понимаю, но ничего не меняется в моей жизни. То есть я понимаю, что и да, я вспоминаю, родители наказывали меня, родители меня не хвалили, родители ругали меня, если я что-то делал не так. А если я делал что-то так, они молчали и воспринимали, ну, считали это как само собой разумеющееся, да. Ну, там что-то может быть рассказано из школы, что сверстники там недолюбливали, да, не играли, человек был изгоем, а может быть и не был. Ну, все равно это что-то такое базовое, что вот как будто там осталось, и никак с этой мертвой точки не сдвинешься. — Алексей, из своего опыта работы вы можете сказать, вот вопрос самооценки, они стоят перед человеком в определенный возраст, или это вообще не зависит от возраста, от уровня развития, образования, от социального статуса человека? — Почти не зависит от возраста. Ну, я, конечно, надеюсь, что с возрастом мы становимся мудрее, и, соответственно, из этой системы выходим куда-то. И, как говорится, дай бог. Но очень часто вопрос самооценки, так он звучит, он возникает тогда, когда человеку увольняют с работы, или он теряет ее по каким-то причинам, когда он неуспешен в отношениях с кем-то, ну, например, в супружеских отношениях, да, приходит женщина и говорит, я живу с мужчиной, который уронил или снизил, или, там, ну, так сказать, уменьшил, растоптал мою самооценку, да. — Это, кстати, одна из тем, которую мы отложили на будущее, да, зависимые отношения. — Ну, да, да, это могут быть разного рода отношения, вот. Это может быть возрастной такой какой-то рубеж, мы тоже с определенной стороны к этому заходили, да. Мне 40 лет, я не достиг того, чего хотел бы достичь, ну, задумал, нафантазировал, и потихоньку или не потихоньку я вдруг перед самим собой предстал в таком виде, что я думаю, блин, а вот мне себя не за что-то оценить, например, не как мужчину, не как работника, не как, там, супруга, не как сына, да, не как брата, может быть, ну и так далее. Вот, ну, не как вообще человека гомо-сапиенс, который... — Есть же еще вот одно такое ощущение, которое я слышу от людей. Ну, я слышала такую именно связку, называют синдром самозванца. Ну, люди, даже достигшие успеха какого-то, они как будто бы не могут признать своего личного вклада, воспринимают всю свою успешность в карьере, в семье, как некую случайность или мне повезло. Это имеет отношение к самооценке? Это из этой же категории? — Ну, возможно, это очень интересный комплекс или очень интересные самоощущения, я читал, ну, некоторое количество автобиографий и биографий, в том числе известных людей, которые вот таким образом себя ощущали и описывали. Вот. Я думаю, что здесь, может быть, речь идет о том, что свои собственные вложения не всегда видятся такими огромными, как они видятся со стороны, да. Ну, тех же писателей взять, они пишут, что вот, ну, есть даже подборка, да, удивительных вещей. Написал какую-то ерунду, пишет кто-то из известных писателей. А это известный роман, да. То есть, вот, ощущение автора от того, что произошло, и ощущение пользователей, читателей, оно может быть другое. Возвращаясь к самооценке. — Да. Я почему еще эту тему предложил? Может быть, сегодня у меня есть определенный рецепт по поводу самооценки. Поэтому... — Напомним, у нас прямой эфир, телефон в студии, 202-11-22. — Да, и то, что мы не делаем пауз в разговоре, это не значит, что можно не звонить и не задавать нам. Вот. Мне симпатична идея, и, на мой взгляд, она работает. Если человек, который ищет успокоения в этом вопросе, самооценки, которому вот по каким-то причинам внутри самого себя не очень комфортно. То есть, ему нужно внутри себя чего-то все время сделать, или с собой чего-то сделать, заслужить вашего одобрения, может быть, да. Ну, вашего, я имею в виду, кого-то со стороны. Кто-то скажет, ты молодец. Это, кстати, иногда работает. Вот иногда это работает в психотерапии в том числе. Человек приходит и годами, например, слышит от своего психотерапевта, что он молодец. Ну, не так прямолинейно, да, но появляется вдруг кто-то в его жизни, кто признает его заслуги, даже маленькие. Причем признает адекватно. Ни из лести, ни из желания понравиться, да, вот так вот по-человечески. Да, вы были молодец в том, что, ну, наверное, это там. Вот. И вот погружение в такую среду, для школьников погружение в такую среду архиважно, да. Да, живет ученик в одном классе, где его шпыняют, и у него одно самовосприятие переходит. Взрослый об этом рассказывает. В институте подобралась группа, которая вот по-другому относилась, и это все изменилось. Я хотел говорить об изменении самооценки на самоотношение. То есть тем, кто... Ну, просто я закидываю такую идею, может быть, мы как-нибудь это обсудим. Как только у меня в голове всплывает слово самооценка, я говорю себе, стоп, надо заменить это слово на самоотношение. Я думаю, что не только заменить слово, хотя, может быть, мы в магическом пространстве живем, где слово в заклинании сразу меняет реальность. Ну, произносишь другое слово, перестаешь употреблять. У нас же каждому слову свой определенный образ формируется. Да, перестаешь, например, употреблять матерные слова, и реальность как-то меняется. Или начинаешь их употреблять, и замечаешь, что как-то все меняется. Начинаешь употреблять слово сексуальный в своем лексиконе, и вдруг начинаешь слышать, что люди это слово тоже используют. Или не используешь его, и думаешь, что никто не интересуется этим вопросом, я один, что ли, такое, это самое. Вот, но все-таки про самоотношение, мне в этом слове видится, хотя каждый же может туда все, что угодно напихать, ну, свои какие-то смыслы. Ну, поделитесь своими размышлениями, как вы это понимаете? Да. Самоотношение – это отношение к себе, ну, то есть это установление каких-то отношений с самим собой. Что туда входит? Что туда входит? Мне нравится этот пример, я его уже вспоминал, на мой взгляд, он рабочий. Это похоже на отношение с маленьким ребенком. Я вот даже, может быть, предлагаю сейчас тем, кто смотрит нас, ну, такой маленький эксперимент, представить самого себя или саму себя. Маленьким? Нет, ну, просто вот есть задача. Представьте себя, вот кого вы увидите? Кого вы увидите? Вы меня спрашиваете? Это вопрос вам, может быть, вы, отвечая, инициируете других людей? Ну, вы до этого говорили про обзор ребенка внутри себя. Я представила себя маленькой девочкой, возраст где-то, наверное, 6-7 лет, с двумя косичками, с бантиками. Причем косички заплетающие сама в этом возрасте, и я их заплетала вот так, на висках, ну, потому что дальше у меня руки не доставали. — Вот это отношение, оно не случайно начинает разворачиваться в символическом пространстве. Я имею в виду, что в пространстве собственного восприятия, в пространстве собственных фантазий, да? Какие у вас отношения с этой девочкой? Вот вы на нее смотрите, там, внутренним взором, да, или я смотрю? — Могу сказать, что на протяжении моей жизни и работы со своими демонами, можно так сказать, у меня изменилось отношение к этой маленькой девочке. — Нуждается ли она в оценке? Вот вопрос, да, то есть можно ли, нужно ли, хотите ли вы ей предложить систему оценок, ну, то есть вы говорите, окей, вот ты… — Нет, я уже не хочу. — Да, но здесь можно поэкспериментировать и посмотреть, чем это отличается, да, то есть можно предложить эту. систему, безусловно, работающую, безусловно, важную систему оценок, да? Вот сделаешь так, получишь столько-то, сделаешь так, получишь столько-то, да? — Удивительно, я только сегодня утром разговариваю со своими друзьями, вспомнила ситуацию, причем, как мне кажется, я даже не помнила о том, что мы будем говорить про самооценку, но она сегодня вот утром вспомнилась, когда я шла домой, это был, наверное, класс шестой, получила первую в своей жизни четверку, я шла домой и рыдала, потому что я думала, что моя бабушка, когда, значит, я получила четыре по русскому языку, у нее случится второй инсульт. Вот. И это ужасно. — Да, это ужасно. И это ужасно, если бы, наверное, ваша бабушка жила с вами только в системе вот таких оценок, да? — Да. — Ну, надо мной давлел ее авторитет, она была директором школы, в которой я училась. — Вот. Я думаю, что система отношений, я знаю, я вижу, что система отношений, в моей практике это бывает так, иногда из кабинета, из консультации взрослые люди выходят мысленно, забирая с собой маленького ребенка, я им даю маленькое упражнение, например, вы сейчас поедете домой, ну, кто-то на своей машине, говорю, вот, куда вы денете этого маленького ребенка, когда пересечете, ну, выйдите за пределы кабинета, ну, в машину, окей, куда вы его посадите? Ну, вот, немножко увеличить это упражнение на, сделать больше, чем за пределы, ну, чем в кабинете, да, куда вы его посадите? Вы будете ехать, будете ли вы с ним разговаривать, или вы будете ехать молча? Вы приедете домой, там ваши дети, да, куда вы посадите Лену или Лешу, да, он будет играть со всеми, он будет накормлен. То есть вот это взаимодействие, я бы так сказал, да, взаима, то есть взаимное какое-то действие, потому что здесь я не в одностороннем порядке действую, я где-то там потом вижу, как действует эта часть, этот маленький внутри меня. Но, кстати, это ведь не только умозрительное, это еще взаимодействие со своим телом, да. Я вот сегодня брился к передаче, я думал, интересно, а как я бреюсь? То есть в какой-то момент я поймал себя на ощущение, что я делаю это механически, ну, как будто я не свое лицо брею, не трогаю его, не прикасаюсь. То есть и потом, вот когда этот лосьон использовал, да, не просто наносил его на лицо, а вот так вот надо вот, ну, как из гигиенических еще каких-то соображений. Это очень сильно меняет, ну, у меня, по крайней мере, ощущение. Я знаю, что у других людей. То есть как я взаимодействую со своим телом, как я взаимодействую с образом самого себя. Если не застревать на этом, если будет интересно, мы об этом продлим, мне кажется, что более успешно, наверное, не то слово, лучше получается наладить признаком лучшего налаживания отношений, хорошего налаживания отношений человека с самим собой, является то, что у него есть образы себя не только ребенка, но и подростка. Представить себя подростком. Подросток решает другие задачи. Ну, конечно. Представить себя взрослым человеком, представить себя мужчиной или женщиной. То есть явно дать себе пол, да, как я с мужчиной внутри себя, как я взаимодействую. Насколько мне важны мои его, мои интересы, насколько я их понимаю, насколько я им следую, насколько мы договариваемся о чем-то. Потому что быть мужчиной непросто. Я думаю, что и женщиной быть непросто. Это сложная задача и очень интересная. Хочу в клинице и вернуться все-таки к тому моменту, когда мы представили внутреннего ребенка. И если мы не предлагаем ему вот эту систему координат, где хорошо или плохо, высоко, низко, что можно предложить этому ребенку? В плане отношения? В плане формирования самоотношения к себе. Мне кажется, тут ничего хитрого нет. Тут все то же самое, что меня очень хорошо в этом плане понимают взрослые люди, у которых уже есть собственные дети. Они примерно такую штуку, да. У нас есть звонок. Ага. Ну, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Екатерина. Здравствуйте, Екатерина. Рассказывайте, с чем вы к нам пожаловали. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а может ли моя самооценка влиять на мое окружение и быть недовольным своим окружением и своим недовольством видеть недовольство в своем партнере? Спасибо. Ну, как-то так. Не отключайтесь. Уточнить, может быть, я не очень понимаю. Да, я хотел немного, чтобы, Екатерина, если возможно, вы расшифровали. Про партнера вы начали говорить, да? Ну, да. Про мужа, партнера. То есть, ваше отношение к самой себе как-то влияет на его отношение к вам или к самому себе? Нет, 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 на мое отношение к нему. То есть, от недовольства самореализации или что-то недовольство, что происходит в моей жизни, но как-то видя что-то в нем еще нехорошее. Ну, как нехорошее, а какие-то его минусы, замечания и вот как-то так. А можно ли так сказать, правильно ли я услышал, что я считаю, что в моей жизни что-то происходит не так, в том числе и из-за него? Ну, влияет. Ну, то есть, мое восприятие, ну, можно реагировать не так остро, допустим, на какие-то моменты. На то, что он делает? Да, на то, что он делает, да. Ага. Ага. Спасибо. 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 Я сейчас спрашивал Екатерину об этом, немножко запутался и понял, что моя запутанность, предположил, что моя запутанность каким-то образом характеризует запутанность того, о чем Екатерина спрашивала, да. То есть, мне кажется, что там есть какая-то определенная путаница, что кто на что влияет и как сильно. Как я услышала, тоже путаница, но, возможно, путаница в подмене понятий. То есть, за этим недовольством по отношению к мужу и к себе стоит, может быть, не самооценка, не знаю, а какая-то, может быть, ну, не знаю, сердитость, злость, может быть, агрессия, да, ну, вот так вот мы общим понятием называем эти чувства, и они не находят выхода, не знаю, по отношению или к партнеру, по отношению к себе или к обстоятельствам. Но все это упаковано в самооценку, то есть, слишком общее название для многих процессов, которые там, возможно, разворачиваются в отношении к себе и с мужем. Я услышал, крутил, я вот сейчас чувствую, что я пытаюсь объяснить, а сама не усложняю. Я могу сказать, что я услышал, да, и, может быть, подтвердить, сказать, развернуто, да, Екатерине. Я услышал такую штуку, что если я в таких трудных отношениях с собой, но не очень высоко себя оцениваю, то я не очень высоко оцениваю и близких людей. То есть я для самого себя не очень, ну, может быть, ценный человек, или я вижу свои ошибки, вижу свои огрехи, грызу себя за них, да, недоволен собой. И в этом смысле я недоволен с окружающими, я недоволен близкими, я недоволен супругом, я недовольна, недовольна, да, в данном случае. Получается, как снежный ком, вот это недовольство нарастает. Я бы сказал не так, Елена. Я бы сказал, что недовольство... Чем хорош метафора снежного кома? Ведь снега больше не становится, он спускается с гор, он спускается с того места, где его не видно. Я думаю, что в этом смысле недовольство проявляется скорее, оно выплескивается вовне, оно не здесь увеличивается, его там много, так много, что, ну, вот эта лавина сходит, да, и тогда этой лавиной заваливает и меня, мне с самой собой сложно. И я, в общем, ну, ругаю, вижу огрехи, промахи своих близких. Конечно, упрекаю. Конечно, наверное, это какие-то конфликты. А может быть, я понимаю, что он ни при чем, но это мало спасает ситуацию обычно. Может быть, сюда, в эту копилку, тема ожиданий, как раз, которые мы тоже отложили, где, возможно, у Екатерины какие-то ожидания по поводу себя и ожидания по поводу поведения близких. Ну, может быть, она рассчитывает на какую-то поддержку, и ей кажется, что если они будут в нее больше верить, поддерживать, принимать ее, и о нас, может быть, уверенной. Ну, вообще, а кто не хочет, да, доброе слово и кошке приятно. Ну, вы говорили, да, говорить молодец, надо. Ну, вот, знаете, со словом «надо» здесь такая штука, ведь мы очень тонко, мне кажется, чувствуем фальшь. Как только я прихожу, и кто-то меня хвалит, и... Там есть фальшь, похвала превращается в издевательство иногда. Да я даже не про фальшь. Иногда люди и чувствуют, что они могли бы сказать искренне «молодец», но в силу своих каких-то установок они это не произносят. Вот уста замкнуты, все, не отдам. Ну, да, здесь мы вторгаемся, да. Ну, пусть наш разговор снова абстрактный такой характер, да, но вторгаемся. Заканчивается передача, к сожалению. Да, не говори... Ну, давайте скажем друг другу сегодня, что вы молодец сегодня, Елена. Мне очень приятно было сегодня с вами быть в передаче. Екатерина, спасибо вам, что позвонили. Екатерина тоже молодец, позвонила. Мы так долго ждали звонков от телезрителей, и мы очень рады этому звонку. И это повышает нашу самооценку, потому что в системе координат самооценочных вот, и да, есть мысли, как от этого уйти. Спасибо большое, Алексей, за передачу. Приходите к нам еще. Спасибо нашим телезрителям. Смотрите на следующий вторник, 18.15, предлагайте темы в социальных сетях и звоните к нам в студию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин